Вместо клада ищем свалки, сквер Тукая совсем скоро откроется в совершенно новом виде. Эти и другие новости в ближайшие несколько минут в студии Яна Чапахина. Здравствуйте. Лучшие мастера со всего света соберутся в Казани. Столица Татарстана победила в конкурсе на право проведения мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, который состоялся в Бразилии. Такая возможность у нашей республики, как и у страны в целом, появилась впервые. Делегацию из Татарстана возглавил временно исполняющий обязанности президента республики Рустам Миниханов. Масштабные соревнования пройдут летом 2019 года. 5 миллионов рублей выделило Министерство экологии республики на новую акцию. Называется она «Нашел свалку, получи тысячу». Все дело в том, что последние облеты лидера республики Рустама Миниханова с вертолета показали, что с точки зрения экологии у нас не все так гладко. А последние объезды экологами выявили самые грязные зоны. В Нижнекамске это, по словам руководителя Закамского территориального управления, шингальчинское сельское поселение. На его территории было обнаружено множество несанкционированных свалок. Сейчас в республике стартовала акция «Нашел свалку, получи тысячу». В чем ее цель и кто сможет получить деньги от экологов, мы расскажем в итоговом выпуске новостей в 18.30. Парк Сказака живет через три дня. Реконструкция сквера Тукая подходит к концу. Официальное открытие намечено на 14 августа. Все фигуры уже установлены, детские площадки ждут маленьких нижнекамцев. В библиотеке тоже все работы вышли на финишную прямую. Планируется, что на открытие парка Тукая и центральной библиотеки приедет лидер республики Растам Миниханов. Церемония состоится в 10 часов утра. Приглашаются все нижнекамцы. Футбольный клуб «Нефтехимик» прервал череду поражений. На выезде подопечные Сичихина сыграли против новотроицкой «Носты». Наши футболисты огорчили хозяев поля уже на восьмой минуте встречи. Наш полузащитник Андрей Секретов распечатал ворота «Носты». Далее по ходу первого тайма нам забить больше не удалось. Зато за 10 минут до первого перерыва гости смогли сравнять счет. Второй тайм прошел под диктовку «Нефтехимика». Болельщики «Носты» увидели сразу пять пропущенных голов в свои ворота. Итог матча 6-1. И сейчас о погоде. В Нижнекамске сейчас плюс 20, солнечно в течение дня. Возможно, небольшие осадки. Следующих выпусков смотрите. Застолье закончилось поножовщиной. Звоните нам по телефону 077 и 41 13 13. И пишите на сайт ntrtv.ru. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин